Всем привет! Новости от Samsung, он же Gnusmas. Ну, если Samsung прочитать наоборот. Samsung Electronics начинает массовое производство твердотельных накопителей SSD 30, то есть 30,72 терабайта для корпоративных систем следующего поколения. Samsung объявила 20.02.2018 года о начале массового производства SSD накопителя PM1643. Вот он на экране. Для использования его в корпоративных системах хранения данных следующего поколения. Используя последнюю Samsung V NAND технологию 64-слойную память с 3-битными кристаллами объемом по 512 гигабит каждый, этот 30 терабайтный накопитель обеспечивает в 2 раза большую емкость и производительность по сравнению с предыдущим накопителем. Вот Samsung 15 терабайт, представленный в марте 2016 года. Как говорят в Samsung, эти сверхплотные накопители могут хранить 5705 гигабайтных Full HD фильмов, и это все в малюсеньком 2,5 дюймовом устройстве. Интересно, какие такие корпоративные системы хранят 5700 фильмов, да еще и Full HD? Уж не 18 ли плюс? Шутка. Кроме всего прочего, в дополнении к удвоенной емкости уровень производительности также вырос, и как было сказано, в 2 раза выше его предшественника. Основанный на 12 гигабит в секунду интерфейсе SAS, новый девайс обеспечивает случайное чтение и запись на скоростях 400 тысяч и 50 тысяч флопсов или иопсов, то есть это количество операций ввода-вывода в секунду, если вдруг кто не знает, и последовательное чтение и записи на скоростях до 2100 мегабайт в секунду и 1700 мегабайт в секунду соответственно. Ну, наверное, это много, то есть вот эти фильмы Full HD, судя по всему, должны копироваться быстро. Так вот, это примерно в 4 раза быстрее для скоростей случайного чтения и в 3 раза быстрее для последовательного чтения, если сравнивать эти скоростя с обычными SATA SSD. В дополнении к аппаратной части этих SSD есть расширенное программное обеспечение, которое поддерживает защиту метаданных, а также сохранение и восстановление данных при сбоях в электропитании, кроме всего прочего, используя алгоритм коррекции ошибок ECC для обеспечения высокой надежности хранения данных. Кроме всего прочего, эти устройства обеспечивают надежный уровень выносливости, одной полной записи устройства в день, что позволяет записывать 30 ТБ данных каждый день в течение 5-летнего гарантийного периода. Ох, я сомневаюсь в этом, но да ладно. В Самсунге говорят, что PM1643, что у этих устройств среднее время между отказами 2 миллиона часов. Производство первых партий началось уже в январе. Также компании на протяжении года планируют добавлять модели 15 ТБ, 7,6 ТБ, 3,8 ТБ, 1,9 ТБ, 960 ГБ и 800 ГБ. То есть линейка будет довольно-таки внушительна. И этим они хотят стимулировать переход человеку в нас, то есть в новую эру, а именно в эру отказов от обычных жестких дисков и переход на накопители SSD. Ну, даже не знаю, жесткие, обычные жесткие диски работают, как показала практика, иногда десятилетиями. И ничего с ними не происходит. Они тормозят, они скрипят, но они работают. А SSD это такое. Ну и к примеру. Примерный объем RootTracker.org, ну то есть если взять все торренты, то есть когда-то был примерно сделан такой подсчет. Подсчет. Вот все торренты, если это все закачать куда-то в одно место, то примерно это все занимает 3,2 петабайта. Это, грубо говоря, 3200 ТБ. Получается, нужно 106,6 или 107 накопителей этого типа. Но цена этого накопителя неизвестна. Скорее всего, она будет известна только определенным людям или компаниям, которые захотят его купить. Но цена его предшественника 2 года назад, ну и сейчас, колеблется от 9900 долларов до 12000 долларов. То есть это такие цены были где-то год, 2 года назад за одну штуку. Соответственно, за это время цена памяти подросла. Плюс и это тут в 2 раза больше объем. То есть можно прикидывать, что это как минимум 20000 долларов за одну штуку. Вот так вот. То есть вряд ли мы встретим такие накопители где-то в магазине подвального типа. А я думаю, даже и в хороших магазинах мы такое не встретим. Потому что для рядовых пользователей это конкретно за один такой SSD-шник это очень большая сумма. Вот. Поэтому на сегодня все. Если вдруг увидите в магазине это устройство, то скорее всего это какая-то подделка. Но если она недорогая, срочно покупайте. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, лайкаем, делимся, комментируем. Всем пока.